Здравствуйте, Огорь, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена Ларенова. И пятый год, мы уже знакомы, думаю. Пять лет длится этот беспредел, беззаконие. Вот наше общежитие, в котором проживало больше ста человек, в котором проживало там больше, скажем, наш начальник прожил больше 25 лет в нем со своими семьями. Все были прописаны. Санаторий ФСБ получал деньги на расселение людей. Деньги эти украдены, людей, значит, выкинули на улицу, дали жилье только военным. А гражданских людей выбросили. Сменили статус общежития на неживое помещение для того, чтобы людям не предоставлять жилье. На данный момент происходит то, что приставы Анапы приехали исполнять старое решение суда. Это юристка ФСБ Мунтян, я прошу ее заснять. Ну, рыжая голова, может, увидите. Дело в том, что в 2015 году она подала на освобождение нежилого помещения. Сама была прописана в 2016 году. То есть цинизм полнующий. Дети зовут, дети зовут, вон, сверху кричат. Каждый нашел, и вы исполнители. В общем, каждый день мы вздрагиваем от стука в дверь. У меня суды по два раза на день, каждую неделю, каждый месяц. То есть мы держимся только вот благодаря тому, что приходят люди, поддерживают. Иначе, говорю, я не знаю, пять лет издевательства, я уже не знаю. Сколько можно, твари, блин, просто твари, говорю. Уже сил никаких нет. Все решения суда, как бы, есть анапское решение судьи Грошковой, которое разобралось в деле, из которой написала, внести в реестр слово общежитие, тогда бы нам вернули все права. Но Краснодарский суд с судьей Быстровым просто не слушали адвоката. Быстров провел что-то в поисках под столом весь суд. Вот два других члена суда между собой болтали до самого конца, не слушая. То есть они отменили решение анапского судьи. И на данный момент вот картина такая, что вот город Анапа как бы ни при чем, потому что наш дом ведомственный был, и жилье нам должны были давать в санаторий. Они стали правоприемником пионерского лагеря Украина. То есть не преемником Москвы, не преемником там санатория Москвы, или там Дол-1. Они стали правоприемником пионерского лагеря Украина. Мы прожили здесь 40 лет. 40 лет. То есть было общежитие людей, не расселили, выкинули. А сейчас меня с тремя детьми выбрасывают на улицу. Говорю, дети просто уже устали. Мы уже не знаем, как вот... Вот обороняемся, как можем. Вот спасибо Юре, что приехал. Нам еще обещали другие блогеры вечером смонтировать там видео. Будем распространять по всей стране, потому что мы лишние люди, мы никому не нужны. То есть Мунтян, юристка санатория, говорю, в 2006 году прописала, в 2016 году прописалась, а в 2015 выкинула людей освободить просьбой нежилое помещение. Это как? И квартиру получила. И вполне возможно, что твою. Почему так упирают? 100 человек проживало в доме, были прописаны, домовую книгу скрывают, говорят, никогда не было общежития. Да мне вообще все равно, что было, что не было. Дети не могут жить на улице. Я прошу общественность, всех людей, как бы распространяйте видео. Может быть, есть люди порядочные, честные. Может, какие-то застройщики откликнутся. Потому что от вот этих вот, извиняюсь, дебилов ждать нечего. Ну, у них, я говорю, как вон Мунтян сказали, что выбросишь людей, получишь квартиру и погоны. Вон она с квартирой с погонами, сука. Я говорю, мать троих детей, сама же, как вообще? Я понимаю, это ее работа, но если бы она ее исполняла честно. На каждом суде у меня просто, говорю, глаза на лоб вылазят от того, что я читаю, что она пишет. То есть такого бреда, говорю, я не знаю. То есть либо она уверена, что корочка ФСБ ее спасет, что можно нести полную ахинею. Вот все люди подтвердят, на все суды ходят. То есть она такое говорит просто. Это не то, что это не то, что это не то, что это не то, что это не то. В данный момент времени что происходит? В данный момент вот там служба судебных приставов спряталась в засаде. Вон они там подоставали оружие, бронежилет одели, чтобы, я не знаю, на меня идти в бой, на детей. Как и бронежилет и оружие у них при себе? Вон подогнали Бобик, чтобы вытащить вещи. Два ребенка дома боятся, плачут с балкона, кричат. Вы понимаете, мы сейчас намерены перегородить дорогу и привлечь внимание не только анапской общественности, но и общественности всего, всей России. Люди, которые сюда приехали, думаю, все поймут. Также здесь находится губернатор, будем добиваться до него. Геноцид не пройдет, понятно вам? И сейчас, получается, вас не пускают туда вообще? Нет, ну, людей нет, соответственно. Я вышла из дома специально для того, чтобы я могла потом зайти к детям. То есть нам надо продержаться день, потому что суд завтра об отсрочке. Еще неизвестно, какое решение вынесет судья. На данный момент нам идти некуда, это наше единственное жилье. Я была здесь постоянно прописана, мы здесь почти 40 лет живем. То есть это просто вот взять вещи, как, я не знаю, с животными так не поступают. Просто котят взять и выкинуть, я не знаю, на мусорку. Нас вот бобикам куда отвезут, блин? На помойку я понять не могу. То есть такое творится, говорю, это те люди, которые должны нас защищать, прикрываясь, говорю, своими ксивами. Они думают, что им все безнаказанно сойдет с рук. Я заявляю прямо вот сейчас на всю страну, что все это началось при начальнике Белоконеве, короче, начальнике Слонове, который был ответственный за квартирные службы. Я хочу, чтобы все знали, я слышала и есть подтверждение, что деньги, они за один день купили тут машины с панорамными крышами. То есть денежки ушли. Слышала, что откупился директор двумя машинами и квартирами, чтобы его не посадили. Слонов тоже слышала, работу найти не мог, сейчас он замечательно устроился. Но как бы молчать нет смысла. Тут был санаторий в санатории, Дюна назывался под кодовым названием, то есть они зарабатывали деньги себе на карман. В баре у нас жили, работали люди, больше 17 лет посторонние. Цены ни одной комиссии, ни одной налоговой, ни СЭС, ничего. То есть если лимонад стоил 12 рублей, продавали его за сотку. Там были частные домики. То есть тут заработали бабок столько, что хватит мне на одно поколение как бы. А наш дом прекрасный, если посчитать квартиры, за лето полноценной сдачи может принести до 6 миллионов. То есть их задача просто выкинуть меня, сделать ремонтик и зарабатывать бабки на карман, потому что дома этого нет. То есть это призрак, это не жилое помещение, соответственно сдаваться там ничего не может. То есть буквально недавно с первого этажа там квартирка Логутинских бывшая, в ней люди жили. Все замечательно. То есть сейчас сдается? Сейчас я думаю там никого нет, но недавно люди в шляпах с зонтиками ходили на пляж. То есть я на четвертом этаже, мне видно. На первом этаже у них находится административный корпус, но при этом есть квартиры. Далее самое интересное еще, есть на третьем этаже женщина, которая выиграла все суды всех инстанций, и где сказано, что здание до сих пор является общежитием, и что выселить без предоставления жилья не имеет права. То есть у меня четвертый этаж, двухкомнатная квартира, у нее третья, у нее жилое, у меня нежилое. То есть такого бреда говорю. Есть все документы, технический паспорт я достала в БТИ за старые там года. Там есть, что здание жилое, что это общежитие. Есть решение арбитражного суда. Санаторий подал в суд отменить решение исполкома 40-летней давности, им было отказано, потому что это невозможно. По срокам давности раз, во-вторых, решение устоялось, то есть его никто не может отменить. Было общежитие, значит оно до сих пор общежитие. В общем, суть в том, что я им как кость в горле и Полякова, ой, ну, в общем, ее хотят выкинуть, ждут, когда, наверное, человека не станет, потому что выиграла женщина все суды, всех инстанций, вот все выиграла. Пусть предоставили другое жилье. В 2006-м. Они столько наворовались, что пусть другое жилье, двухкомнатную квартиру небольшую предоставят, 3 миллиона для них это копейки. Нервы делают детям, дети дома сидят. Как это детей выкинуть? Купите семью, присадите и живите дальше, воруйте себе дальше спокойно. Пересадьте человека, обустройте и воруйте дальше. Как вы это делаете все? До поры до времени. Я была беременная, суды начались. Сейчас ребенку уже 4 года. То есть 4 года каждый день, изо дня в день, как бы мы вот это в этом стрессе. То есть мне юрист санатория говорит, пойдите заработайте. Ваша мать, блин, я не знаю сколько надо зарабатывать мне одной на троих детей, чтобы отложить и купить квартиру, говорю. 20 лет, да у меня столько жизней нету, говорю. Они воруют всю жизнь. При этом было бы не обидно, что я с улицы как бы пришла и прошу, дайте мне бедным и несчастным. Нет, мы по закону, у меня мама ради этого жилья здесь 18 лет работала. То есть у нее был ордер, ее прописали постоянно, прописали нас. Был закон, что 10 лет человек отрабатывает, квартиру уже никто у него забрать не может. И если бы они хотели людей, допустим, выкинуть законно, они бы подали в суд не об освобождении нежилого помещения, а о выселении. Так как раз и было, и они проиграли первый суд. А потом решили, потому что слово выселение подразумевает переселение в равноценное жилье. А сейчас сменили статус здания якобы, освободить нежилое помещение, значит ничего не должны, значит мы никто, значит можно нас на улице. То есть вот такое у нас происходит, я не знаю честно, что делать. Это вот сегодня малая часть пришла, то есть придут люди, если надо еще, придут много как бы в одноклассниках, в контакте. То есть вся страна следит за ситуацией, которая вот как бы должна чем-то закончиться. У меня уже вот честно, я уже ни во что не верю, никому не верю, чисто спортивный интерес, вот чем кончится. А почему именно сегодня не начали выселять? Почему не завтра после суда, если они уверены? Вон снимайте эту, Мунтян, тетка, которая была... Мунтян фашистка! Мунтян! Мунтян! Фашизм не пройдет, где за геноцид будете отвечать, паука! Почему? Было старое решение суда, у нас была отсрочка до апелляции. В апелляции произошло то, что произошло, то есть на Краснодар требуется очень много денег, чтобы выиграть. Денег у нас нет, и естественно мы судимся там не с Васей Пупкиным, а с санаторием ФСБ. То есть им, когда мы приехали, дали явно понять, что решение суда уже готово. То есть при вот такой куче документов, где мы доказали, что дом жилой, нам просто написали другой ответ. Ждем касаться, как вот я не знаю чего. Надеюсь, что найдутся честные, порядочные судьи. Я не знаю, можно такое говорить? Ну, бывает в наше время. Вот судья Кашкаров молодец, судья Горошкова молодец, анапские судьи. То есть они действительно не боятся и вносят справедливые, честные решения. Вот завтра будет суд об отсрочке, на лето хотя бы. Судья Кашкаров очень надеемся, что поможет детям. Потому что стать бомжами мы можем в любое время как бы отстаивать права. То есть до последнего, как говорится, вздоха. Мы хотим, чтобы нам дали бороться. Они не приедут.